Всем привет, с вами я, Тойбой, и сегодня мы с вами продолжаем серию прохождения Локи Крафта на нашем собственном участке. Так, давайте сейчас, наверное, попытаемся кое-какую проблему решить. Вы мне тут в комментариях подсказали, как именно мне скрафтить себе стол зачарования, и я совершенно понял, что у меня абсолютно нет никаких инструментов для того, чтобы его создать. Поэтому сейчас мы с вами кое-чем займемся, а именно, для начала покормим коровушек своих, чтобы у нас их было больше, потому что скоро нам придется от них немножко избавиться, как бы это грубо и жестко не звучало, но да, нам надо будет прищучить достаточно такое годное количество наших коров, и это, честно говоря, немного грустновато. Так, вроде всех покормили, нет? Кого еще можно кормануть? Так, ты хочешь кушать? Все, кушайте. Окей, давайте теперь я попытаюсь вам объяснить, что именно нам надо сегодня нафармить, во-первых, у нас нет нужного количества обсидиана. Во-вторых, нам с вами надо каким-то образом скрафтить книжку. Вроде для книжки нужна коровья шкура, вроде для книжки нужен тростник, который у меня вон там, вон вырос уже как раз. И да, я, кстати, добавил вот сюда небольшую декорацию, вроде вот такие вот балочки, ну, типа повязанные балки, как будто бы тут строительство идет какое-то. Выглядит, мне кажется, очень годно. Оставлю это, пожалуй. Так, давайте сейчас зайдем поспим, а то у нас ночь начинается. Тек, ложись, хорошо. Так, скинем все ненужные ресурсы, посмотрим, сколько у нас обсидианы есть, и, возможно, сейчас придется отправляться в ад. Так, сколько у нас? Два обсидиана есть. У нас вроде как для крафта надо четыре их. Так, ну ничего, сейчас сходим в ад, докрафтим, получается, еще два блока. И так, а для книжечки мне хватает кожи? У меня где-то здесь была кожа. Давайте глянем, вот здесь она. Да, шесть кожи, вроде как должно хватить. Сейчас мы сходим, соберем тростник. Давайте сбегаем. Ай, ай, ай-яй-яй. Так, собираем тростничок. Вообще, в идеале, мне надо побольше бы книжек. Нафармить. Потому что, если я хочу делать хорошую зачаровальню себе, то там пригодится очень большое количество книг. Так что да, давайте сейчас вот тут еще снесем тростничок. Хорошо. Фарм пошел потихонечку. И сейчас надо вспомнить, как крафтятся листочки для книжечек. Капец, тысячу лет не играл в Майнкрафт. В Локи Крафте все те же крафты. И надо все вспоминать. Еще и не дропается все как надо. Так, я ничего не упустил. Нет, вроде все на месте. Давайте поднимемся наверх. Ой, боже, как же классно смотрится мой дом. Вот так вот на расстоянии. Наконец-таки, хоть как-то мой участок начинает преображаться. Хоть как-то выглядеть более-менее адекватно и красиво. Так, давайте зайдем, попробуем скрафтить книжечку. Ага, нам надо для начала сделать листы бумаги. Так, отлично. Мы можем скрафтить книгу. И смотрите, на одну книгу нам нужна одна кожа и три листочка. Это получается, что в целом нам для книжных полок, там вроде три книжки требуются. Для одной книжной полки нам надо убить три коровы и зафармить целую кучу тростника. Нормально так, жестко я бы даже сказал. Окей, алмазы у нас имеются. Книжку мы пока что сбрасываем. Тростник тоже пока что оставим. Нам его очень много пригодится. Так, скинем еще дополнительно кожу. Обсидиан сбросим. И смотрите. Грибочек что у меня делает вообще в инвентаре, не понимаю. Давайте я сейчас небольшую зачисточку устрою. Вот тут вот вниз спущусь. Сейчас поскидываю все лишние материалы, какие у меня имеются. Так, вот мотыга. Да ладно, мотыгу оставим. Лопату тоже надо оставить. Блин, а все надо. Слеза Гаста у нас еще есть. Вот только вот это можно выбросить. И грибочек допустим тоже выбросим. Он нам не нужен. Так, давай. До свидания. У нас уходит мясо зомби. И грибочек тоже до свидания. Все, надеюсь тут ничего не сгорит. Давайте мы на всякий случай потушить попробуем. Ладно, не получилось потушить. Придется так действовать. Все, окей. Давайте теперь идем домой. Хорошо. Так. Нам надо на второй этаж. На второй этаж. Вот сюда скинем все ценные материалы. Допустим, светокамень. Допустим, пускай это будет камень ада. Скинем сюда также слезу Гаста. Вдруг она для крафта какого-то бутылька пригодится. Так, здесь у нас паутинка была. Палочки можно также уместить. Стрелы не помню есть здесь. Нету здесь стрел, к сожалению. Так, кварц надо закинуть. Ладно, давайте сюда же порох скинем. Почему нет? И мне нужно два ведра. Так, все, есть два ведра. Теперь можем отправляться в ад. И добывать там лаву. Так, погнали. В адский мирок. Хоба. Портал наш стоит. Никто из него не выходит. Отлично. Сейчас надо набрать два ведра лавы. Не знаю, где я ее найду. Надеюсь, где-то поблизости она будет. Так, давайте меч на всякий случай возьмем в руки. А то мало ли что произойдет. И на всякий случай также возьмем кирку. Где у нас лава? Так, я помню, вон там. В той стороне она была где-то. Погнали. Сейчас попытаемся ее добыть. О, отлично. Уже вижу как минимум два озерца с лавой. Так что давайте. Первое лутаем. Эй, как же медленно он уходит. И второе тоже лутаем. Все, можно возвращаться к нам в мир. И сейчас мы там сделаем два блока с обсидианом. И у нас будет уже стол зачарования. Ё-моё, куда это? Я вырвал себе туннельчик в какую-то пещеру. Так, ладно, я хочу вылезти отсюда. Капец. Тупо не выбраться из этой ловушки. Так, заходим обратно в портал. Фух, вроде все беззаботно и легко прошло. И теперь отправляемся делать себе стол зачарования. Я потом еще как-нибудь придумаю, как его покрасивее украсить. Как вообще лучше будет его выставить. Где выставить. Ну, кстати, у меня уже есть задумочка, где именно я расположу этот стол. Но расскажу вам о ней чуточку попозже. Вовремя, блин, реклама вылезла. Я только сломал почти этот блок. И игра мне говорит нет. Ты не сломаешь его. Ладно, ничего. Не будем расстраиваться из-за какой-то мелочи. Так, давайте я немножко погромче звуки сделаю. Хочу, чтобы вам лучше было слышно игру. Более приятные звуки. Мы сегодня без музыки играем. Поэтому пускай сам Локи Крафт будет у нас погромче. Так, можем даже еще немножко. Вот так, на максимум немножко. Так, отлично. Теперь, что у нас получается? У нас два блока обсидиана. А где еще два? Ля, я походу их убрал. Надо возвращаться назад. Так, поднимаемся наверх. Да, я убрал эти блоки. Берем книжку. И нам два алмазика еще надо. Теперь отправляемся вниз к верстаку. И получается стол зачарования. О, да. Отлично. Где же я его буду размещать? Скорее всего, вот здесь у меня будет подвальчик, в котором будет дополнительный склад. Возможно, в будущем. И также в этом подвальчике будет место под... в нашу библиотеку, скажем. Так, да. И давайте я сейчас где-нибудь... На втором этаже сейчас воткну этот стол зачарования. Я даже не знаю, где именно его воткнуть. А, ладно. Пошлите на первый поставим. Сейчас не принципиально и не важно, где именно он будет находиться. Потому что книжек у нас все равно нет. Давайте ставим колдовской стол. И теперь мы, походу, можем начинать крафтить. Нам для этого нужен лазурит. И я вообще ничего не понимаю. А, эффективность 1. Слушайте, теперь понятно. Так, давайте уберем нашу кирку обратно. Лазурит. Я вроде как его очень много добывал. Он у меня должен быть сверху. Давайте я быстренько посмотрю, проверю. Да, слушайте, 62 лазурита у меня. Нормально. Так, спускаемся вниз. Я хочу себе добыть кирку на шелковое касание. Одну. А вторую было бы неплохо, допустим, на... На удачу. Так, эффективность 1. У нас точно эффективность 1 будет? Давайте проверим. Ну-ка. А как узнать, с чем кирка? Да, кирка с эффективностью 1. Ну, 1 уровень потратили. Вообще не жалко, на самом деле. Это как бы не плачевно. Но теперь у нас встает вопрос с фармом уровней. Потому что мы уже сколько лет находимся в зоне досягаемости спавнера. Вон того. И нам бы хорошо уже задействовать его. И как бы построить ферму с опытом. А то что-то как-то я совсем подзабил на этот спавнер. Ну, а теперь, когда я могу крафтить... Точнее, когда могу зачаровывать вещи, я считаю, что это важное вложение. И стоит все-таки заняться этой штукой как можно скорее. Поэтому сегодня эту серию мы с вами посвящаем по большей части спавну коровушек, фарму тростника. И, собственно, будем пытаться как-то больше этих нижних полок создавать, чтобы лучшие крафты создавать. Но пока что давайте соберем пшеничку. Так, оп. Нам надо бы сразу ее засадить. Во всех местах, где мы ее сломаем. Так, хорошо. Так, и сразу сходим покормим коровушек опять же-таки. И я, наверное, чуточку больше тростника засажу. Потому что у нас какая-то очень маленькая конвертация получается по количеству добываемого тростника. У нас очень много его лежит просто так без дела в сундуках. И если мы всю эту кучу тростника попробуем высадить, мне кажется, так будет намного-намного выгоднее. И, блин, я в очередной раз расстраиваюсь из-за того, что у меня нет второй курицы. Я бы мог сейчас покормить ее семечками, но, к сожалению, она ни с кем не будет спариваться. У нее нет партнера. Очень-очень жалко. Так, ладно, все. Давайте смотреть, что у нас тут. Больше ничего не выросло? Нет. Давайте закинем семечки. Они вот тут снизу у меня. Так, открывайся. Ой-ой-ой. А как же сложно теперь заходить туда. Ладно. Скидываем все. Почти выросла новая пшеница, но уже плевать как бы. Так, у нас темнеть начинает, но ничего страшного. Давайте берем пшеничку. Так, овечка, прости, у тебя тоже нет пары, поэтому кормить я тебя не буду. О, голодные коровы. Кушайте, кушайте, мои родные. Блин, неудобно на самом деле их кормить. Капец как. Одной я вообще втащил вместо того, чтобы покормить. Ужас. Вы еще не знаете, что вас ожидает. Я вас расстрою, дорогие коровы. Но кто-то из вас погибнет в этом выпуске. Не буду пока что говорить, что именно. Но кто-нибудь да погибнет. Как же они жрать хотят. Ну давайте. Кто еще хочет кушать? Ладно, все, хватит с вас, а то я устал уже от ваших звуков. Давайте сейчас возвращаемся, спим. Потом немножко высаживаем еще тростника, потому что у нас маловато его. Так, с зажигалкой лучше не бегать, а то сейчас взорву что-нибудь. Или сожгу. Ну его нафиг. Лучше спокойно передвигаться будем. И кстати, вот я так задумался, у меня здесь темно ночью достаточно. А почему бы не воспользоваться светокамнем, который у меня есть? Вот здесь вот, по-моему, можно выпилить блок один и вставить туда светокамень. Я не уверен. Но да, кстати, можно, отлично. Сейчас, погодите, надо взять топор. Ага, а топора у меня нет. А нет, есть, все, на месте. Давайте, выпиливаем здесь блок и ставим туда светокамень. Во, вообще классно. Как же я обожаю этот блок. Как же я его люблю. Смотрите, сразу стало намного ярче и намного прикольнее. Вот здесь еще можно в уголке где-то добавить светокамень. Давайте попробуем. Сейчас у нас вроде был. Можем сразу скрафтить два камушка. Давайте ломаем вот здесь блок. Потом вот здесь блок надо сломать. Отлично. У меня там лесенки, кстати говоря, стоят. Берем наш светокамень и выставляем его сюда. Ой, как же шикарно. Сразу больше света стало в комнате. Надо было сразу позаботиться об этом, как только появился светокамень. И другие участки тоже сейчас осветим. Вот здесь вот, наверное, один камушек надо добавить. Давайте у нас есть еще вроде как нужное количество камня. Давайте. Оп. Во. Во. Совсем другая картина. Я еще думал вот сюда, заместо вот этого блока, ставить светокамень. Но думаю, сейчас будет как раз самое время его сюда добавить. Во. Отлично. И вот здесь тоже у нас такая же фигня стоит. Ее тоже надо поменять. Я заведомо думал, что в этот участок у меня поместится светокамень. Так, кстати, а где здесь один кусочек листвой? Куда-то пропал. Ну, судя по всему. Ладно, ничего страшного. Так, а что так темно в Майнкрафте? Или это у меня темный режим на компьютере включился? Походу, у меня какие-то проблемы. Так, давайте смотреть по тростнику. Где у нас еще он растет. Я сейчас схожу домой, добуду все, что у нас там имеется. И высажу еще на участке, чтобы в следующей серии мы с вами могли его легко добыть. И у нас сразу была целая куча тростника. Так, давайте берем весь тростник. Берем его в руки. И идем высаживать все, что у нас имеется. Кстати, вот здесь вот на траве тростник тоже растет. Его не обязательно высаживать только на песке. То есть его обязательно высаживать близко к воде. Но не обязательно сажать, как я уже сказал, только на песке. Так что да, пользуйтесь. Если кто-то не знал об этой фишке, вот теперь вы знайте. Так, давайте вон в той стороне еще засадим тростника немного. Так, буль. Буль-буль. Вот здесь посадим. И вот тут дальше пойдем также по берегу высаживать тростник. Отлично. Все. Остается дождаться, пока это у нас все вырастет. Остается дождаться, пока мы распавним целую кучу коровушек. И уже как бы можем двигаться с мертвого места. Можем уже нормально фармить целую кучу книжек. Так, о, еще яички. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу, чтобы вылупился цыпленок. Ха, ну блин, почему не везет-то постоянно мне? Ай, ладно, давайте еще раз покормим их. На. Ну-ка. Все. Валим отсюда. Всю пшеницу мы потратили на коров. Теперь нам ее просто-напросто надо дальше выращивать. И в следующий раз уже сможем еще раз покормить коровушек. Кстати говоря, уже понавырастала у меня пшеничка. Уже достаточно много ее. Так, окей. Давайте на этом, наверное, закончим эту серию. Я считаю, что мы неплохо постарались. Итак, вон, смогли добыть себе стол зачарования, наконец-таки. Теперь он у нас имеется. Давайте сделаем вот так вот. Хоть что-то. Чтобы этот стол не так голо смотрелся. И, да, давайте я сейчас приму более удачный вид. Сниму с себя все вот эти лишние обноски, чтобы вы видели мой скин. И покажу вам, как это выглядит все со стороны третьего лица. Так. Опа. Вот так это все, собственно, и выглядит. Вот такая у нас хата. Вот такой вот у нас замечательный стол зачарования. В следующей серии я обязательно его обустрою. Обязательно у меня будет целая куча книжек. Ну и надо бы заняться уже спаунером зомби. Да, а то они там скучают. Они ждут, когда я буду их фармить. А я все никак не прихожу за ними. Ладно, все. Спасибо всем за просмотр. С вами был я, Ваш Той Бой. Всем до скорых встреч. Увидимся.